Добрый вечер, уважаемые телезрители! Может быть, кто-то из вас и помнит, что года три тому назад, когда наша программа только начиналась, мы занимались распитием, или же распиванием спиртных напитков у нас тут в кафе Обломов. Позднее эту традицию, к сожалению, пришлось грубо оборвать, поскольку привело все к тому, что и ваш покорный слуга, и его любимые гости к концу съемок теряли дар членораздельной речи. В общем-то, это, естественно, отражалось на качестве программы. С тех пор мы ведем программу кафе Обломов в абсолютно трезвом виде. Но сегодня будет исключение. Исключение это связано с тем, что наш знаменитый автор-исполнитель, лидер легендарного ансамбля «Аквариум» Борис Борисович Коребенщиков в последнее время активно полюбил и стал считать себя знатоком французских элитных вин красного, белого и розового цвета. И вот, общаясь с ним как-то, мы пришли к выводу, что неплохо было бы нам встретиться тут в кафе Обломов и обсудить эту тему с настоящим профессионалом. В качестве настоящего профессионала мы пригласили Дарью Цивину. Дарья Цивин – самый известный, я думаю, в нашей стране ресторанный критик, обозреватель газеты «Коммерсант Дейли». Телепрограмма у нее тоже была в свое время. Журнал тоже был. Да, да, да. Журнал «Гурман» и все такое прочее. Короче говоря, у нас сегодня винные посиделки тут в компании замечательных французских бутылок. Я, кстати, сразу хочу заявить решительный протест. Задатоком себя я никогда в жизни не считал и считать не буду. Любителем – да. Бом! Благодарю. Достаточно, спасибо. Я же не знаю, какие порции, в принципе, положены при профессиональных дегустациях. Как мне показалось, я надел очень скромно. Ну, опять же, не знаю, что принято говорить в таких случаях у профессионалов. Ну, скажем так, поехали. И смотрим французский видеоглип группы «Tangoor». «L'Elysion» называется. Да, сильно измельчала французская жизнь. В последнее время измельчала и понуднела. Вот сравните это с описанием данного вина. Называется оно «Виноградник мальчика Иисуса». Бонгаре в Бургунде. Производитель Бушарпер и Фин. То есть сыновья, один из самых известных домов Бургунде, владелец лучших земель. «Виноградник мальчика Иисуса» – это древнее бургундское поместье, относящееся к кому-либо. Происхождение его необычного названия, вина, естественно, уходит вглубь веков и, вероятнее всего, образовалось в средстве необычайной лёгкости и нежности самого вина, которое может быть подано даже ребёнку. Вино имеет яркий, но не тёмный рубиновый цвет, фруктовый, но не резкий аромат, мягкость и лёгкость во всех своих свойствах». «Дорогая Даша, уважаемые профессионалы, что вы могли сказать об этом вино?» «Ну, вино хорошее, на самом деле, но я, прежде чем мы будем давать эпитеты и какие-то пространные прилагательные применения по отношению к вину, я бы хотела сказать, что как раз в связи с бургундскими винами, один раз, когда я была в Бургунде в Майзон Луилатур, достаточно известный тоже винодельческий дом, там уж не винодел, мне сказали, все эпитеты, которые обычно журналисты применяют к винам, как-то мужское вино, женское, нервное, эмоциональное, сильное, яркое и так далее, это удел журналистов. Мы говорим только «хорошее вино или плохое вино?» «Я думаю, что мы можем пользоваться всего двумя словами. Это вино, конечно, хорошее». Со своей стороны добавлю, что пить его следует днем, потому что оно вселяет веселье духа в человека, бодрость и раскрывает его для дальнейшей деятельности. Отлично, отлично. Я думаю, что мы и не будем действительно прибегать ко всем этим сложенным терминам, поскольку, наверное, описание вина – это примерно то же самое, что описание музыки. Описывать музыку очень тупо. Кто-то сказал, что это то же самое, что танцевать под архитектуру. Я, правда, этим занимаюсь большую часть своей жизни, но чёртность этих попыток понял уже давно. Вопрос к Борису. Меня, не скрою, удивило то, что ты вдруг впал во всю эту винную историю. То есть, естественно, очень многие аристократы духа, не говоря уже об аристократах тела, увлекались винами, но ты, как всегда, казался мне человеком, как бы, с одной стороны, водочным, с другой стороны, портвейновым. В общем, ну, вот эти вот элитные сухие вины у меня никогда не ассоциировались. Как и вообще с роком, кстати. Да, как и вообще с роком. Вот как это произошло? Ну, во-первых, твой приятель, Мик Джаггер, насколько я понимаю, понимает толк в красных винах. Наверное. Я просто думаю, что, скажем, 18 лет интереснее немедленно нажраться. И процесс выпивания сводится к минимуму всегда. Пьют для того, чтобы быстро потерять голову. Сейчас мне в меньшей степени хочется терять голову, гораздо больше хочется, чтобы процесс теряния головы продолжался очень долго. Голова терялась постепенно. И с моей точки зрения, львина идеальный компаньон для такого занятия. Ты пьешь, получаешь удовольствие от всего. И растягивается процесс безумия, растягивается на очень долгое время. Сожжение Альман Ами. Значит... О! Амиго. Мы Астаманяна. Значит, мы растягиваем процесс демонстации. У нас следующее вино. Называется Шато Польмер. Шато Польмер. Вы уже слышите эти возгласы. А я, кстати, хотел бы сказать, что вот все эти вина, а на самом деле их во франции гораздо больше вот их импортирует организации так и совагро импорт вот они нам выдали этот замечательный набор за что им большое спасибо бонзай поехали продолжаем так красиво а мы смотрим Эти ребята и девушки совсем не похожи на потомков французских виноделов из Бордо. Они и не есть, они негры. Они негры, да. Хотя, кстати говоря, у них в Алжире тоже производят не очень дорогое столовое. Юаровские, неплохие у нас, нет? Да. Итак, это было Шато-Пальме Марго Бордо. Предыдущее было бургундское, разумеется. Владелец Малер Бес, потомственный производитель земли, владелец, имеющий очень высокую репутацию. Это старинное поместье, квалифицированное в 1855 году как Зе Гран-Крю. Расположено в самом центре коммуны Марго, земля которой имеет репутацию лучшей в Бордо. Вино Шато-Пальме яркий, представитель стиля Марго, которому присущен насыщенный коричнево-рубиновый цвет, густота которого создает ощущение бездонной глубины, богатства тончайших ароматов специй, ванили и курицы. Шато-Пальме относится к тем винам, которыми можно наслаждаться без сопровождениями какой-либо пищи. Отлично. Я, кстати говоря, хотел спросить, вообще вот при такого рода ритуалах принято чем-то выпивку заедать? Или мы правильно делаем, что напиваемся вот так вот, не в сухую, а так сказать? Ну это по-русски. Нет, мы бесспорно правильно, конечно, делаем, но профессиональные дегустаторы, конечно, перекладывают кусочком сухого белого хлеба или, может быть, виноград. А на таких более расслабленных дегустациях может быть еще сыр. А все-таки ведь вино же делается не для дегустаторов. Это правильно. Оно делается для пьющих. Борис Борисович. Я когда думаю о том, что большая русская страна смотрит сейчас на нас и думает, какие сволочи. Молодцы, что они пьют вино, еще показывают себя по телевизору, еще, вероятно, за это получают деньги. И русские граждане должны на нас глядеть с ненавистью. Простите. Граждане, гражданинственная сволочь, это я, поскольку я единственник, получаю за это деньги. Борис Борисович специально ради нашей сегодняшней сессии прилетел на несколько часов в Москву и с Питером. Я от всей души молюсь, чтобы весь русский народ мог позволить себе пить, скажем, шато-польмя. Так где нам снялось вечером? Это вина фантастическая. Даша. Замечательная. Очень яркая, сильная. Я опять увлеклась журналистскими эпитетами. Скажите, Даша, а может быть и Боря. Вот в мире существует несколько основных центров по производству вот этой самой жидкой продукции. Ну, естественно, Франция, Италия, Испания, Австралия, Новой Зеландии, кстати, Калифорния. Южная Африка. Германия. Наверное, да. Грузия, в конце концов, а также Республика Молдова. Вот каким образом французские вина, которые, естественно, самые знаменитые, соотносятся с винами из других уголков нашей планеты? И на самом деле они настолько лучше, чем, скажем, те же калифорнийские или грузинские? Дарья, говорите. Я думаю, что, конечно, французские вина бесспорно очень хороши, безусловно. Там уже французы просто помешаны на этой теме, так же, как на теме еды. Но, с другой стороны, все-таки вот мне бы, хотя я очень люблю французские вины, вообще мне все считают, так сказать, как сказать, франкофилом, что ли, в области... Агентом французского влияния. Да, 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 можете прямо так и говорить, да. Мне бы все-таки не хотелось вот сейчас вот здесь вот так вот сказать, что французские вины самые лучшие в мире, а остальные, так сказать, ниже их по уровню. Потому что, конечно, нужно сравнивать конкретное вино с конкретным вином. Есть потрясающие вины испанские, красные, которые по силе и мощи не уступают даже Бордо. Какие? Ну, те же Торос, например, вина красные, итальянские те же и красные, белые. Итальянские? С итальянской высокой стороны. Вот, пожалуйста, мнение любителей. И даже и калифорнийские, поскольку традиции французов проникли туда очень глубоко, они делают вины из того же винограда, что французы, и уже несколько веков, там, по крайней мере, два века точно. И даже южноафриканские и чилийские, скажем, которые вроде как у нас вызывают недоумение, они тоже вполне заслуживают внимания, и главное, что они соотносятся по уровню качества и цен, это, так сказать, их основное достоинство. В южноафриканские есть роскошные вина. Да, это правда. Нет, нет, без всякого увеличения, да, да. А вот калифорнийских я все-таки до сих пор не могу найти вино, которое можно поставить на один ужин. Они смешные очень, замечательные. Он пахнет хорошо, он эксклюзивный. Да, там черника и голубик и всем остальным, все что угодно, но все даже не сравнить, на мой взгляд. Я думаю, что о качестве вина, естественно, можно спорить до посинения их и хрепоты, но в чем французы бесспорно обскакали всех, я думаю, что даже испанцев с итальянцами, так это вот по вот этой самой породистости, вот насколько все эти вина старые, насколько старые виноградники. Ну, а вы что, чем итальянцы, из каких веков? Ну, я думаю, что итальянцы люди чуточку более дикие, чем французы, может быть, они научились считать и вести летопись чуть-чуть позже. Хотя, конечно, с другой стороны, Римская империя... Да, значит, друзья мои, сейчас мы пригубим очень редкое вино. Но ни Даша, ни Борис не смогли его так сразу идентифицировать по наклейке, так что мы можем иметь интересный результат. А вы смотрите видеоклипсинг.